В Омске рушатся дома. Два таких случая произошло за неделю. Один в городке Нефтяников, другой в микрорайоне Южный обошлось без жертв. Осыпалась кирпичная кладка пятиэтажек. Жильцов пришлось эвакуировать. Сегодня в городе сотни аварийных домов. Что ждет их жильцов? Стоит ли рассчитывать на расселение тем, чьи дома признали аварийными после 2012 года? Об этом в нашей студии мы поговорим с директором Департамента жилищной политики Светланой Шейнфилд. Светлана Аркадьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Светлана Аркадьевна, что касается этого дома на 50 лет профсоюзов, какова ситуация там? Что ждет жильцов? Так как не было принято решение о том, что эта ситуация относится к категории режима ГОЧС, то необходимо было определить, кто все-таки будет проводить обследование, за чей счет, в какой последовательском порядке. Понимая, что ответственность, конечно, за проведение мероприятия лежит на самих собственниках, то есть на жильцах этого дома. Это закон. Это федеральный закон. Здесь нельзя расходовать бюджетные средства, потому что тоже будет нарушением закона. Поэтому было принято решение, что вот на первоначальном этапе, там, где необходимо было провести обследование, то есть сделать выводы все-таки, к чему мы должны стремиться и что должны устранять, было принято решение, что администрация города возьмет на себя заботу и решение задачи по обследованию этого дома. Чтобы понять, он аварийный, не аварийный? Да, чтобы понять, все-таки он аварийный или не аварийный. Если не аварийный, то капремонт или не капремонт, реконструкция, не реконструкция, в каком объеме, какие конструкции повреждены, в какой последовательности, сколько он еще сможет в таком состоянии простоять, какие будут последствия, если не производить ремонтную работу. Что касается вот тех домов, которые уже были признаны аварийными до 2012 года, их осталось около 26, да, их осталось, и вы планируете... Те, которые в программе у нас сейчас, да, их осталось сейчас 26. Вы планируете их до конца года расселить? Мы планируем их расселить до 1 сентября, потому что у нас... Успеете? Я, пока на сегодняшний день, у меня нет сомнений в том, что мы это успеем сделать. Люди, которые после 2012 года, чьи дома были признаны аварийными, их 158 уже. Да, вчера еще один дом приняли, да, 158. Цифры, вы озвучивали, нужны внушительные, 4 миллиарда, где взять деньги, что будет с этими людьми? Вот, вы знаете, это проблема, ну, сразу скажу, не города Омска и даже не Омской области, это проблема всей России. Вот вы спросили, откуда деньги? Деньги, конечно, основные из фонда, потому что только фонд... То есть федеральное финансирование. Федеральное финансирование, конечно, для этого был создан фонд ЖКХ. На Государственном Совете президент четко, ясно определил, что вот будет программа постоянная дальше действовать через два года, а на два года, пожалуйста, фонд продолжит свою работу. Хватит нам этого времени, чтобы эти 158 домов расселить? То есть получается до 2019 года или... Вы знаете, все будет зависеть от условий. Если останутся прежними. Да. Если нам выдадут денежные средства на вот эти вот 158, то мы успеем. Вот эта инициатива действительно вызывает много вопросов у многих, что квартира была в собственности, а станет в социальный найм. Вот как вы к этому относитесь? Как только дом признается аварийным, сразу же находятся граждане, которые готовы продать квартиру в аварийном доме, ну, там, за какую-то цену, а новые собственники имеют возможность ждать, когда же этот дом будет расселяться, и как вложили свои деньги, да, и, соответственно, потом их многократно умножат в стоимости новой квартиры. Ну, здесь я с вами согласен, а если вот брать добросовестных людей, которые, скажем, 30-40 лет в доме прожили, платили коммунальные услуги, капремонт... Здесь, конечно, аспект немножечко социальный в другом направлении, но надо просто понимать, что расселение аварийного жилья – это не улучшение жилищных условий в плане увеличения метров, увеличение комнат, там, расселение семей – это всего лишь безопасность проживания граждан. Если все-таки будет принята позиция о том, что мы будем предоставлять помещение по найму для собственников, ну, однозначно, нужно вносить изменения в жилищный кодекс, нужно каким-то образом решать вопрос вот этого вот преодоления конституционного права на собственность. То есть я думаю, что если решение будет принято вот в эту сторону, то законодательно все вот эти вот моменты будут распределены. Спасибо большое, что нашли время, что пришли к нам в студию и ответили на эти вопросы. Спасибо.